Проведение сезонных полевых работ и подготовка к уборочной кампании Верхней Волжи рассмотрены во вторник на заседание регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Глава региона напомнил о ключевой задаче, поставленной президентом страны. Импортозамещение, а также выпуск и поставка отечественной продукции по доступной цене. Подробности в нашем первом материале выпуска. В настоящее время в ВПК региона реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов. В текущем году и на перспективу нам необходимо создать условия для производства, хранения и реализации нашей основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, технических культур. Отметил на заседании Игорь Руденя, подчеркнув, что отмечается целый ряд положительных тенденций. Объем производства продукции растеневодства – это то, что мы восстановились после ветеринарных заболеваний, которые проходили в центре региона. Мы видим, что растет объем производства картофеля, овощей. Мы видим устойчивую тенденцию по объемам переработки молока. Аграрии региона регулярно получают субсидии. Почти до 850 миллионов рублей увеличено льготное кредитование на проведение весенних полевых работ, что обеспечило своевременную подготовку техники, закупку топлива, удобрений, семян. Свою лепту вносят и коммерческие банки. В этом году мы находились в режиме практически неограниченной возможности по программе льготного кредитования на сезонно-полевые работы. Такая ситуация сложилась благодаря вниманию федерального Минсельхоза, а также инициатива Игоря Михайловича для выделения отдельной суммы на проведение сезонно-полевых работ в нашей Тверской области. Всего в текущем году посевные площади под уборку урожая превысили 138 тысяч гектаров. На 600 гектаров больше, чем в 2021-м. 15 муниципалитетов увеличили посевные площади. Среди лидеров Старецкие, Конаковские и Калязинские районы. Это же неспроста наша пословица «дорога ложка к обеду». Понимаете, я если сельхозтоваропроизводитель, мне впереди предстоит работа. Если мне сегодня поступили деньги, я к этой работе подготовлюсь лучше. Я смогу закупить семена, удобрения, горючие, запасные части. Я смогу все это вовремя закупить и, как говорится, вооруженно вступить в эту компанию. Продолжается работа по повышению кадрового потенциала. Так, в преддверии активного периода полевых работ подготовку прошли 200 трактористов. У отрасли сельского хозяйства трудоустроено более 60 выпускников. Дополнительно привлечено почти 300 практикантов, учащихся профильных колледжей, а также Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Я встречался в мультимедийном парке «Россия. Моя история» со студентами-выпускниками текущего года, ряда вузов Тверского региона, и задал вопрос, а кто останется и будет работать по специальности в Тверском регионе. Интересный такой момент. Подавляющее большинство — это выпускники сельхозакадемии. Они прям вместе все сидели и вместе подняли руки. В целом, в этом году в регионе планируется увеличить валовый сбор сельскохозяйственной продукции, а значит, вырастут объемы производства и реализации. Предполагается, что объем урожая зерновых и зернобобовых культур превысит 107 тысяч тонн, что на 6200 больше прошлогоднего показателя. Агрария планирует увеличить сбор картофеля, семян рапса и других культур. Вырастет и кормовая база. Минсельхоз региона также отметил рост объемов озимых культур. В этом году он равен 22 400 гектарам. Это на 2500 больше, чем в 2021.